Татьяна Камазистка, российская автоблогерша, самая известная в стране девушка-водитель самосвала КАМАЗ. Является создателем проекта Татьяна Камазистка. В рамках блога она рассказывает о работе, доходе, жизни, достоинствах и трудностях такой профессии. Татьяна Кусяинова родилась 22 мая 1995 года. С самого детства ее больше интересовали игры с техникой, нежели куклы и остальные игрушки. В подростковом возрасте девушка водила мопед, а достигнув совершеннолетия, сдала на права, получив категорию «Б». Достигнув очередной цели, Татьяну заинтересовала возможность вождения грузовых машин. Она записалась на пробное занятие в автошколу, будучи неуверенной до конца в том, что справится с вождением такого крупного авто. После первой пробы девушка сразу поняла, что это ее, и она хочет работать в этом направлении. Татьяна успешно обучилась на категорию «С» и начала поиски работы. В большинстве мест ей отказывались, ссылаясь на то, что хрупкая девушка не сможет полноценно справляться с такими обязанностями. Но ее это не останавливало. В какой-то момент девушка нашла в интернете объявление от директора фирмы о поиске водителя самосвала, но получила привычный отказ. Однако мужчина дал ей контакты логиста, занимающегося подбором персонала. На собеседовании с логистом Татьяна сказала ему, что ищет работу не столько ради денег, сколько ради исполнения заветной мечты – стать водителем самосвалом. Мужчина предложил ей постажироваться и поездить с другими водителями. Практически никто не верил, что такая миниатюрная девушка сможет справиться с физической работой. Но она очень усердно трудилась, и ее старания окупились. В конечном итоге ее взяли на полный оклад, и с тех пор камазистка трудится водителем КамАЗа. С момента начала работы девушка ни разу не пожалела, что выбрала именно такую профессию и уверена, что это ее предназначение. Многие водители, увидев ее за рулем, очень удивляются. Далеко не каждый день увидишь за рулем такой габаритной машины девушку. Но Татьяну не смущают насмешки и периодические попытки задеть ее. Она уверена, что она находится на своем месте. Именно эта профессия принесла девушке популярность. В сети очень много статей и интервью от Татьяны. Популярность девушку не смущает. Она рада, что может донести до многих людей простую вещь. Она может справиться практически с любой работой, если любит свое дело. Инстаграм Хусяиновой насчитывает более 130 тысяч человек. Жизнь молодой камазистки привлекла множество людей. Некоторые из них в комментариях признаются, что именно Татьяна помогла им поверить в себя и не отказываться от своей мечты, хотя все окружающие и близкие люди были категорически против. В ее видеоблоге на ютубе содержится много полезной информации о работе, доходе, жизни, достоинствах и трудностях такой профессии. Камазистка признается, что удивлена такой популярностью. Ее ролики смотрят миллионы людей. Блоги Татьяны Хусяиновой будут интересны многим, кто хочет следовать за своей мечтой и добиваться намеченных целей. Благодаря им она стала тем, кем мечтала, и своим опытом она готова делиться с многотысячной аудиторией. Со своим будущим мужем девушка познакомилась на работе. Фаиляи поставили в напарники. Молодые люди очень быстро сблизились. Вскоре завязались романтические отношения и, недолго думая, мужчина предложил ей выйти за него замуж. После того, как они стали одной семьей, мужчина высказал свое неодобрение к ее профессии. Однако Татьяна четко дала ему понять, что очень любит свою работу и не хочет полностью отказываться от нее. Но количество смен она все же сократила, чтобы как можно больше времени уделять мужу и ребенку. У Татьяны и Фаиля есть маленькая дочка. Когда девушке необходимо выйти на смену, с ребенком сидит бабушка.